Добрый день, уважаемые коллеги! Не совсем стандартный доклад для хирурга, который пропагандирует наблюдение нефункционирующих нерендокринных опухолей поджелудочной железы. В своем фундаментальном труде восприятие риска по условиям сказалось, что если у людей нет четкой позиции по какому-либо вопросу, возникает обратная ситуация. Они находятся полностью во власти формулировки проблемы, то есть как будет преподнесена информация. Это во многом касается, относится к тактике лечения нефункционирующих опухолей и нерендокринных опухолей поджелудочной железы менее 2 см. Нерендокринные опухоли подразделяются на функционально активные и условно нефункционирующие, и каждая из них могут быть спорадическими или случайно возникшими и связанными с наследственными синдромами. Что делать с опухолями большого размера? Ответ на этот вопрос не вызывает сомнений. Однако, когда мы встречаем бессимптомных пациентов с опухолями менее 2 см, эта тактика в этом случае достаточно противоречива. Несмотря на то, что опухоли достаточно рябки, в последние 2 десятилетия отмечается 5-кратный рост заболеваемости и смертности, от них причем, что важно отметить, у трудоспособного населения. Панкреатические нейроэндокринные инциденталомы не зря приобрели такое название, так как почти в 50% случаев встречается случайно и более чем у каждого второго пациента на первой стадии, то есть менее 2 см. Пороговое значение 2 см взято не случайно. Это классификация Института патологии американских выживных сил, классификация микро- и макроаденом. И Дэвид Климстра с коллегами-патоморфологами в 2002 году доказал, что подавляющее большинство этих опухолей является G1, то есть низкой степени злокачественности и связаны с лучшей безрецидивной выживаемостью. Компьютерная томография – это метод первого, а зачастую единственного контакта, то есть когда мы видим гиперваскулярную локализованную опухоль, конечно же, часто мы решаем вопрос о хирургическом лечении. Здесь же я хочу показать, что эти признаки, указанные признаки, помогают определить, когда вероятность обнаружения высоко злокачественных нейроэндокринных опухолей в разы повышена. К сожалению, нельзя полагаться на биохимические маркеры, и несмотря на два больших метаанализа по чувствительности и специфичности хромогранина А при нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта показали свою эффективность, но при нефункционирующих нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы малых размерах только у каждого третьего пациента при первичной диагностике. Также нельзя полагаться на исследование уровня хромогранина А при наблюдении в динамике за опухолью и после резекции. Зачем нужен эндоскопический ультразвук? Этот вопрос чаще всего задают пациенты, так как само исследование инвазивное, а риски пункции неизвестны. Но мы должны для себя четко уяснить, что если мы принимаем решение не оперировать, то это один из самых доступных референсных методов. К тому же источник в двух третьих цитологического материала для подтверждения индекса пролиферации и почти всегда при биопсии во время эндоскопического ультразвука мы можем определить КИ-67, а количество кровотечений и осложнений значимо преувеличено. В настоящее время существует высокоточная, неинвазивная радионуклитная диагностика, которая не только помогает стадировать высокодифференцированные нейроэндокринные опухоли, но и дифференцировать гиповаскулярные нео от протоковых аденокарцином. И в то же время мы должны помнить, что если галидататейт негативен, то строго рекомендована эндоскопическая ультразвук с биопсией. Так какой путь выбрать? Наблюдение и потерять выживаемости, или хирургия и пожать осложнения? Предоставляя пациенту сведения о рисках наблюдения, мы зачастую озвучиваем максимальные цифры и неосознанно и непроизвольно манипулируем сознание пациента, так как на возможных осложнениях мы зачастую не акцентируем внимание, не уделяем внимание деталям. К тому же современное руководство нас во многом поддерживает, так как только Европейская организация по лечению нейроэндокринных опухолей рекомендует наблюдения при размерах менее 2 см. Все остальные диктуют активную хирургическую тактику. Каждый из нас склоняется к операции, когда мы видим молодого, здорового пациента с дистальной локализацией опухоли, и тем более пациент сам предпочитает хирургию. Но задумайтесь о том, часто ли вы встречали абсолютные показания к хирургическому лечению данного вида опухолей, то есть позитивную FDG PET или G2 при пункции. И что заставляет хирург сомневаться, это пожилой возраст и коморбидность при проксимальной локализации небольших опухолей, тем более у пациентов с морбидным ожирением. Зависит ли решение от локализации? Если мы видим 16-миллиметровую опухоль в хвосте поджелудочной железы, то, конечно же, мы сразу же решаем вопрос в отношении лапароскопической дистальной резекции. Но наличие 14-миллиметровой опухоли у поджелого пациента и возможность сохранения паренхимы, сначала мы обсуждаем с ним срединную резекцию, либо дистальную корпорокоудальную, которая приводит к удалению тканей и, возможно, развитию внутри и внешней секреторной недостаточности, или все-таки наблюдения. И, наконец, хирургу совсем не хочется оперировать 12-миллиметровую нерендокринную опухоль, не функционирующую у пациентки с морбидным ожирением. Очень часто обсуждается вопрос о лимфодиссекции, и мы все прекрасно знаем, что наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах значимо ухудшает прогноз пациента не только при опухолях большого размера, но и при образованиях менее 2 см. И большой обзор ретроспективный, 136 пациентов в 2014 году показалось, что при однофакторном анализе выявлены два критерия, которые мы можем оценить предоперационно. Это локализация в головке и размер более 1,5 см. В этом случае вероятность метастазов повышается в разы. Но многофакторный анализ не подтвердил эти данные, и, к сожалению, работа должна была рекомендовать выполнение рутинной лимфодиссекции. Однако уже буквально месяц назад вышел большой ретроспективный анализ 695 пациентов, который позволил сформулировать шкалу риска поражения лимфатических узлов. Как мы видим, кроме локализации, в данном случае имеется значение индекса пролиферации, то есть КИ-67. И в зависимости от количества баллов, которые наберет пациент перед операцией, мы можем предполагать, что лимфатические узлы будут поражены более чем в 5 раз или в 8 раз. Однако в то же время на Digestive Disease Week представлен статистический анализ национальной противораковой базы данных, который показал, что ни количество удаленных лимфатических узлов, ни сам факт лимфодиссекции не влияют на общую выживаемость. Тем самым авторы предполагают хирургам самим выбрать то, что они будут делать во время планируемого хирургического вмешательства, удалять лимфатические узлы или не удалять. Естественно, возникает вопрос, не опасно ли сохранять паренхиму при потенциально злокачественных опухолях. Метаанализ 2017 года Саллинин показал, что безрецидивная выживаемость одинакова при органосохраняющих операциях и стандартных резекциях. То есть мы можем сохранять большее количество тканей поджелудочной железы, выполнять энуклеации или экономной резекции. А преимущества сохранения паренхимы, они очевидны. Меньшее развитие внутри и внешней секреторной недостаточности. Собственный опыт небольшой и, конечно, делать на нем какие-то заключения невозможно, хотя первоначально может показаться, что группа наблюдения более старше по возрасту и имеет индекс массы тела больше, но на самом деле при статистическом анализе никаких значимых отличий нет. А вот количество осложнений достаточно большое, практически 60%, при этом все удаленные опухоли были низкой степени злокачественности и ни в одном случае мы не встречали поражение лимфатических узлов. Группа наблюдения практически никак не изменила себя в динамике, то есть опухоли не изменили свой размер динамики за более чем двухгодичный период. Чтобы ответить на большинство вопросов, в настоящее время в Европе проводятся два проспективных обсервационных исследования, это ипанема и аспентрайл, которые к середине 20-х годов могут предоставить нам ответы. Но пока это остается неясным. Здесь не только время до прогрессирования от момента диагностики, но и насколько часто эти опухоли скрывают пулы высокозлокачественных образований с поражением лимфатических узлов или метастазами отдаленными. Таким образом, пока мы можем только с большей долей вероятности отдавать предпочтение органосохраняющим операциям, рекомендовать воздерживаться от избыточной систематической лимфодиссекции и просим всех хирургов предоставить при первичном обсуждении тактики пациенту шанс на наблюдение и этапное обследование в период 6-12 месяцев, так как подавляющее большинство этих опухолей имеют низкую степень злокачественности. Что касается наследственных синдромов и не функционирующих нейроэндокринных опухолей, связанных с ними, здесь за их развитие отвечают в основном два крупных синдрома – это МЕН-1 и синдром фон Хиппеле-Линдау. Для них характерен так называемый фил-дефект, то есть множественное, одновременное или последовательное возникновение небольших опухолей повсеместно в любых отделах поджелудочной железы. То есть, другими словами, только радикальная панкреатэктомия, тотальная панкреатэктомия, может излечить пациента, что явно является избыточным. Поэтому была рекомендована именно для наследственных не функционирующих нейроэндокринных опухолей, была рекомендована изначально тактика выжидательное, активное наблюдение, которая была в последующем перенесена на спорадические опухоли. МН-1. Сходства и противоречия. К сожалению, четких рекомендаций о том, являются они менее агрессивными или более агрессивными, чем спорадическими, нет, так как большой метаанализ 2017 года, который уже упоминался, выявил данные, что только 9% метастазов, как отдаленных, так и поражения лимфоузлов, были только при синдроме МН-1 по сравнению со спорадическими. Но все ретроспективные серии тех же лет свидетельствуют в пользу более индоленного течения. И важно отметить, что впервые здесь появляется фактор времени, то есть не только размеры опухоли более 2-2,5 см, но и рост по некоторым данным более 5 мм в год. Синдром Фанхиппеля-Линдау это наименее агрессивная группа нефункционирующих нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы, но важно помнить, что здесь часто возникает опухоль другой локализации, которая формирует тяжелый коморбидный фон у пациента. Поэтому показания к вмешательству на поджелудочной железе, как бы хорошо не выглядел пациент внешне, должны обязательно сочетать два критерия. Это и размер, и динамика роста, то есть период удвоения объема опухоли менее 500 дней. Иногда дополнительным критерием является так называемая мутация, миссенс-мутация в третьем экзоне, это горячая точка мутации, в которой обусловливает злокачественное поведение опухолей. особенности операции при наследственных синдромах это предпочтение и даже более так скажем настойчивая рекомендация сохранять ткань поджелудочной железы настолько, что даже при синдроме фон Хиппеле-Линдау случайно выявленные во время операции опухоли менее полутора сантиметров рекомендовано оставлять на месте лимфодиссекция только при подозрении на метастазы в лимфатических узлах при эндоскопическом ультразвуке или галли-детатейт. Собственно, опыт небольшой, но и заболевание является орфанным и здесь я хочу показать не статистику а большей степени случаи молодая женщина 51 года когда одновременно имеются 5 опухолей поджелудочной железы размером от 2,5 до 5 сантиметров и феохромоцитома левого надпочечника и посмотрите какой тяжелый фон это ранее удаленные гемангиобластомы спинного и головного мозга а также полное удаление надпочечника с другой стороны и пациентка прожила полтора года без рецидива со стороны поджелудочной железы но смерть наступила от надпочечника недостаточности вследствие отмены пренизолона во время пневмонии и второй случай это 33-летняя пациентка у которой три нефункционирующих нейроэндокринных опухолей большого размера хвоста поджелудочной железы и феохромоцитома левого надпочечника при наличии пяти раков обеих почек ранее также удаление множественной гемангиобластом спинного и головного мозга через 18 месяцев без рецидива со стороны брюшной полости и смерть наступила от гемангиобластом мозжечка и ствола головного мозга этим случаем я хочу показать что не наступает смерти у данной группы пациентов от нефункционирующих нейроэндокринных опухолей то есть не то что не наступает а это крайне редкое эксквизительно редкое событие поэтому максимально следует оттягивать срок хирургического лечения и дожидаться строгих показаний то есть ключевыми моментами по наследственным синдромам является опухоль если вы встречаете пациента с опухолью менее 3 сантиметров всегда выполняйте не менее двух последовательных визуализационных методов исследования чтобы определить рост в динамике зачастую на фоне длительной гормонотерапии заместительной этой глюкокорсикоиды или тотального поражения паренхемой железы кистами риск осложнений вырастает в разы это не просто манипуляция с неизмененной паренхемой поджелудочной железы это манипуляция с крайне опасным органом показания к операции должны выставляться при сочетании двух или трех критериев и что мы можем сделать во время операции если случайно мы вмешиваемся например выполняем дистальную резекцию по поводу крупной нейроэндокринной опухоли в хвосте оставлять небольшие опухоли выявленные случайно на операции которые менее полутора сантиметров чтобы сохранить паренхему и избавить пациента от депривации панкреас выводы в целом по нефункционирующим нейроэндокринным опухолям звучат следующим образом что при наследственном синдромах они все-таки согласно данным современной литературы менее агрессивны чем споратические и подлежат интенсивному наблюдению если мы встречаем пациента с опухолью нефункционирующей нейроэндокринной опухоли менее двух сантиметров мы можем предложить ему два метода обычно это компьютерная томография метод высокого разрешения и референсный либо эндоскопический звук с биопсией либо галлидетатейт что позволяет предложить надежно наблюдение пациентам с опухолями данного размера и естественно как и при кистозных опухолях то есть IPMN когда сейчас при них введен временной фактор то есть динамика роста здесь мы также считаем что при спорадических опухолях недостаточно одного только размера необходим дополнительный фактор который возможно будет выявлен в ходе перспективных лонгитудинальных исследований которые проводятся в данное время и еще раз я хочу напомнить что мы ни в коем случае не основываемся на собственном опыте и не делаем выводов из небольших серий потому что для неопытного глаза случайность выглядит как регулярность или тенденция группирования и мы можем сделать неправильные выводы тем самым применив неправильную тактику для лечения данной группы больных спасибо за внимание спасибо большое кому угодно задать вопрос пожалуйста Алексей Михайлович это не вопрос консультации это вот женщина 54 диаметра 46 то есть случайно выводит опухоль размеры на узи 20 взяли компьютерную томографию нервидоминная опухоль диаметра попрасн эндозим нервидом предоставлен под лучшим диаметра 9 допустим выполняем не только две данные кстати он не только сейчас есть и кроме у него выделяется еще три образования тонн при этом мы обсуждаем с ним а да но размеры образования 40 что нужно после 4 сантиметра образования в области головки обычно 1 полтора сантиметра эндозим 9 миллиметров 4 сантиметра это головы то есть вторгезоксиглюкоза позитивная не просто под кт а то есть это изначально g1 опухоль с большей долей вероятности в головке если она копит потому что это метод который специально заточен на g1 и g2 с низким индексом пролиферации поэтому ну в данном случае если нет карциноидного синдрома при нейроэндокринных опухольных кишки а ее нет и не выявлена какая-то гормонопродукция и пациент бессимптомный то сложно так судить сразу да я ни в коем случае конечно я не склоняюсь к лапароскопической операции потому что в рекомендациях для опухоли жкт это открытая экспорация то есть выявление и оценка на протяжении всей кишки для того чтобы выявить четко и решение но тактика мне сложно вот так сказать мне нужно смотреть КТ и выявили две опухоли тонкие кишки выявили статичные тонкие кишки выполнили инитет тонкие кишки пациентка отказалась от решения это оказалось обухолю нерадокринной обухоли высоко дифференцированной 67-2% метозами 2-6 метастазов витерноватной кишки что нам делать дальше в железе в железе пунктировали в целом это не возможно если масса тела 44 и холецистик томиево даже не пациентка отказалась ну я вам скажу так что то что мы сейчас занимаемся это будет гадание на кофейной гуще потому что тут нужен мультиборд без визуализации без оценки здесь здесь с мультиборд если высокий муж это ум мультиборд дотатейт нам дает 4 сантиметра андоузи 0,9 это это требует особого разбирательства потому что это ну это необычно что нужно ее дообследовать значит ваша совесть чиста вы сделали все что могли значит мы можем определить рецепторы для того чтобы лечить ее креатидом мы можем разобраться еще раз почему у нас на разных по разным по данным разных методов исследования разные картины в конце концов в конце концов мы можем с помощью эндоузи пунктировать то что они видят и пунктировать соседние области которые дотатейт считает опухолью хорошо тогда можно если можно еще у нас есть время тогда соответственно два вопроса один ретроспективный а вообще надо ли было ее оперировать и ну в такой ситуации если пациент отказывается от удаления всех опухолей и второй вопрос надо ли было настаивать на удаление и опухоли поджелудочной железы из ну что я думаю на вскидку сейчас почему на вскидку я готов вам предоставить все данные ну кроме картинки сейчас ну сейчас изучать то мы не можем немедленно а на вскидку я думаю что вы не зря это сделали по крайней мере мы имеем возможность детально изучить гистологическую структуру опухоли которая была неизвестна по самом деле до этого хотя может быть и известна у нее же пункция была была неизвестна была неизвестна там явная картина на нервную центры и института нашего города она собрала все вот здесь перцебурцы присутствует эту больную знают все как она до вас не добралась сейчас мы за 2 минуты это так что ждите я бы сейчас поступил бы так теперь я в курсе делаю и тебя ко мне на казине подъедет все я ее нагрузил спасибо начинается передача альбатроса пожалуйста Алексей Викторович спасибо за подошли я дам свечения вопрос какой среди ваших больных за которыми вы наблюдали наблюдался ли рост этих опухолей менее 2 см у кого-либо еще раз среди ваших больных за которыми вы наблюдали и может быть потом оперировали рост опухолей наблюдался или нет нет единственное вот мы наблюдаем четырех больных у одной по эндоскопическому ультразвуку есть рост полтора миллиметра но КТ не дает нам такого и пациент спокойно наблюдается а те которые попали в группу оперированных они были изначально сразу конечно это 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 и был у нас один пациент который мы выставили показания операции на основании того что не скорость удвоения была меньше 500 дней у у и они понимаешь в это у о Продолжение следует...